во имя отца и сына и святого духа псалом 135 первый стих аллилуйя славьте господа ибо он благ ибо увек милость его почему такое место взятут я когда готовлюсь проповеди на много дней раньше и от утром особенно когда вместе молимся я стою и говорил господи ты сам покажи мне все мы нуждаемся и господь сразу открыл на 26 проповедей как молния какая-то свертнула мне показалось такое я после этого стал смотреть потому стиху брать из 26 стихов это самая популярная книга в мире салтырь музыкальный инструмент и автор ее там несколько псалмов есть которые не определенные кому назначены но считает салтырь давида и вот сейчас мы будем вникать только в один стих этот и посмотрим как это относится к нам и как это до него какие были пророки понимали это очень важно внимательно будьте это сгодится почему молитва трехступенчатая это просто надо все время говорить об этом первое это просительно дай помоги спаси сохрани помой ну все проще исцеление это везде в мирное время в военное уверующих и не уверующих сразу вырывается один попался разбойником что ты будешь говорить только одну господи помоги какие были отчаянные люди начиналась война я с ними разговаривал партийный человек первая же бомбежка говорит я не знаю что кричал уже господи господи помоги и поставлю полномочия по религиозным культом еще раз прослушаем внимательно потому что есть начало есть конец припев называется на 26 стихов один и тот же припев больше нигде не нашел такого первая ступень просительная вторая благодарственная вот мы у кого-то что-то просим а не благодарим надо помнить этот человек помог мне господь положил это знать ну и в жизни много пришлось испытать но когда мы начали на миссионерские поездки да больше время тратить то я поставил задачу господь благословил это не мое это благодать мы проехали абсолютно все места где работал где жил кто помогал где арестовали и всем подарили подарки книги благодарение воздать богу благодарение а если я просил а не получил зато он говорит никакой разницы нет потому что получил это может быть во вред и господь не дает а пройдет время ты увидишь а если бы не проходился карман чтобы дальше у меня было вот разрушилась прошло время я вижу что только бог мог так это устроить в любом деле везде благодарение и третье это славословие ангельское вот православие богослужение и все они ведь как перемежать перемежается опять слава отцу и сыну и святому духу в чем заключается православие главное это вот то что мы признаем святую троицу ушло на это семь столетий это мы только в готовые вошли нам кажется отчет от особенного особенно везде меня интересует один вопрос который я нигде не найду ответ когда-то писал давид где он был царем был в это время или беглецом при луне или в темноте где он был в это время почему из него вырвалась эта такая песнь непрерывного благодарения богу это очень высокий шаг человек должен сделать если господь благословит каждую субботу вперед я буду по одному стиху брать это на 26 суббот вот эти дни проходят я еще еще раз прохожу и вижу это господь сделал остановить внимание на славе божией и это что говорит здесь и война и беда а припеп один и тот же пожалуйста еще раз прочтите славьте господа ибо он благ и вовек милость его ничего нету господа мы сейчас посмотрим господь а греки там адамай а в еврейском языке стоит слово там как его называют яхве и иегова потому что имя это записано над ними согласными гласных нету а почему евреи говорят не произноси имени господа бога напрасно когда будет считать такие произнесет и согрешит грех а грех распространяется на всю страну и поэтому никто по сегодняшний день не знает что там заключено то буква а можно поставить на украине поставили и в евреях поставили буква ш а к ней еще там пришел я на этом дело много потерял времени но увидел мудрость божественная она заботится о человеке а в чем любовь мы сейчас увидим слово господь как она оправдывается везде вот у нас господь и господин разница сразу видно ты если на где-то будешь и скажешь господин то вполне даже даже сегодня обращаются этим сказать названием а господь это уже касается бог а в немецком языке там нету и все другого нет слова и господь и господин в английском то же самое какие мы счастливые о чем один писатель писал великий могучий русский язык как у нас возвышает здесь но по-другому как-то пересеки не существует это в русском языке только и так далее мы считаем первая книга параллель поминон 1644 параллель поминон это четыре книги царств а это добавочные как будто кто-то проверил готова так вот мне написали еще они повторяют их 1644 34 славьте господа ибо вовек милость его вовек милость а милость что значит помиловал вот сейчас но сегодня нет завтра молитва ефрема сирина не считается утром а вечером рассчитается господин владыка живота моего как она составлена все берет ну где допущены из искажения первое когда считается и сребролюбия она у вас так сохранилась у старого вера везде и которого времена сергия радовская была господа вдыха живота в двухпраздностях унынили бы начали празднословия и сребролюбия а вот это что за души взяли убрали на каком основании я нигде не могу найти кроме того что схитрили а это это непрерывно всю весь пост считается в любое время может считать так славьте господа за милость его припомни свои милости милости господь вспоминай считай всех до едино в сердце повторяй вспомни как он дивно наградил удивляться будешь что он совершил какая был ни была у тебя жизнь ты посмотри какая была мать какая обстановка где что время то есть подумать то ну если нет времени господь положит лежать будешь и будешь думать и только упирайся на то что и там я мог закончить жизнь и здесь благословенный бог когда сегодня рассматривают как так сколько россия терпела всего я видел выступает президент российской федерации говорит тут подумаешь говорит так прямо в интернете лицо его тут без обмана он говорит она не должна устоять но единственное что нас удержит это бог это открыто и говорит когда стали спрашивать афонских старцев и там особо уважаемый он говорит из всех президентов только в россии один верующий как насколько верующий как но он все время прибегает к этому когда народ захватили и он сам говорит я встал перед иконой божьей матери что делать дальше то люди травите мы знаем что делать они отдельно закрылись а когда с народом и там тысячи найти как это вода вдохновляет нас чтобы о нас не говорили чтобы не было но действительно так если не господь нам бы никогда не устоять и так мы считаем 1 пропоминон 16 41 я выбираю те места мы сейчас будем постепенно медленно подходить за что же припев этот будет появляться у нас высвечивается и с ними емана и дифуна и прочих избранных которые назначены поименно чтобы славить господа ибо навек милость его вот как чтобы славить и специально из хористов ахористов не один не два допустим 4000 когда ты все объясняется где то кто будет это именно такие но нам и не странно ну сказали бы кто там василий великий янза то уст у которых есть на это талант они будут славить бога израиль это понимал мы все грешники нет человека на земле который живя не согрешил бы и как прославь бога и грех его утихнет вот я буду попросить еще раз так это неожиданно все это и с ними емана и дифуна и прочих избранных которые назначены поименно чтобы славить господа ибо навек милость его вы знаете я верующий православный у православных как я грешный супер грешный архи греш это проходит легко но если считаем первое послание и она и он говорит рождённый от бога не грешит ты через это не перелезет не грешит а написано если говорить человек не грешит он согрешает этим а дальше говорит рождён от бога не может грешить в него заложено духом святым ему отвратительно это он не может пока он стоит на этом пьедестале на котором восставила господь и вот взять они говорят что избранные если я православные то это еще сойдет но если я сказал я избранный богом за кого ты себя считаешь ли я господь много званых но мало избранных если мы не избраны мы никто чем мы боимся этого слова ты избранный да бог избрал дал веру вот эту радость встречи поделиться тем что мы открыл вам господь это милость божия и слово милость у бога я прочитал однажды виктора бюго имен у бога очень много но самое говорит близкой нам это милосердие милосердный да вот по правде да я в моем место мое место даже на кладбище не мнение принадлежит это земля господня вот когда начнешь дальше проникать да я за каждый день это видел видел стрепой был и далее считаем первое второе пара репоменон дальше 20 глава 21 и 24 это туда же относится 20 глава 20 глава 21 по 24 стих и совещался он с народом и поставил певцов господу чтобы они в святыне выступая впереди вооруженных славословили и говорили славьте господа и вовек милость его смотрите как певцы идет армия и впереди выступает это никогда бы не знал если бы не знаю я кому-то считал и и насчитанная библия моим голосом на не запомнилось ничего а тут стал смотреть это военная как далеко израиль ушел от нас у нас никогда этого не было царской россии ничего как велика милость его работники не угодные богу тебе бог продляет жизнь благодаря за каждую минуту за каждый час и все время думай сколько людей которым намного труднее и они не имеют это утешение ты только считай будь среди тех которые идут и воспевают великие дела твои господи как ты щедр как ты заботишься от нас это вложи в самого маленького и самого пожилого старого дальше 73 тоже порой помянул 2 и все сыны израилевы видя как сошел огонь и слава господня на дом пали лицом на землю на на помост и поклонились и слова 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 словили господа ибо он благ его век милость его знаете это военное действие все мы стоим на грани больших перемен это никто не скрывает политики политики самые крупные в мире об этом говорят и что делают вот этот ураган прошел за все существование америки играть такого не было показывает как рушится все нас одна сестра из ливана приехали показывает сын ее до убитом и как называется и там у них никогда с рода этого не было что это такое притом по всему земному шару прокатилась дубай там где это насколько богатые люди живут а тут еще все переворачивать машина как маленькая коробка летит где-то и наши предупредили куда что прятать сказали поднимается на 11 метров на воду кажется нет и на один метр на 11 метров ну что делать ну главное спасти книги вода нашей которая сестра принимала крещение у нее пчелы ну и там и живность какая-то еще на крышу с крышей вместе стекает я видел как по реке плывут дома удивительное дело я видел глазами своими когда разлитом кажется лена была разлитая и так милость божия 76 6 стих священники стояли в служении своем или виды с музыкальными орудиями господа который сделал царь давид для прославления господа ибо ведь вечно милость его так как давид словословил через них священники же трубили перед ним и весь израиль стоял мы просто видим эту обстановку специальная для спрос сколько сегодня музыкальных инструментов выпускают но где специально для прославления бога а раньше это как называли верующих и мракобесами как угодно один верующим целого мира стоит за него умер христос вы знаете себе цену кто бы что не сказал скажи не божий да божий и весь сказ на этом так ездра 3 14 14 3 11 и начали они попеременно петь хвалите и славьте господа ибо благ ибо век милость его к израилю и весь народ восклицая громогласно славя господа за то что положено основание дома господня строительство храм или строят и люди прославляют это третья ступень славьте господа поставлю специальные люди и вот встречаетесь с кем-то только один разговор какая у тебя пенсия а чем болеешь больше нету и скажи перед господом это все стоит какой радостью ты будешь принимать то что другой бы и страдался почему он благ он абсолютно все знает господь когда мы не родились за миллион или до нашего рождения он знал какие мы будем и подкладывал говорит самую ласковую пищу которой ты любишь любишь слово божие господь это дает а смотрите сколько раз мы видим где и в военное там угрожают это но это не сегодня не вчера сколько сегодня направлено орудий и всего против нашей страны а ты только бога благодарен попроси как будильник поставь да помолись и за президента на него такая река гнева идет отовсюду но бог дает ему силы стоять от него зависит все остальное где мы будем почему от бога чтобы через него господь это сделал сколько людей которые пострадали чтобы господь утешил их что они бога не знают вот раз горит сын и вдруг все бросил учиться и записался туда вы все время вспоминаете откровение 13 10 мы каждый день читаем откровение 13 10 запомни написано кто ведет в плен тот сам пойдет в плен кто убивает мечом тому самому надлежит быть убитым мечом я дословно говорю здесь терпение веры святых вот если это будешь помнить даже наши которые оказались на фронт призванные мы и родители знают и все повторяем это ежедневно мы молимся через каждые два часа об этом и эти слова которые я говорю мы повторяем святые находили что не война страшно а плен насколько труднее а это один даже выстрел не услышишь которая пуля свистит как-то тоже мимо прошла только благодари бога что вот бог так все устроил сколько уже мы здесь находимся даже нас здесь я говорил о том что заботятся люди захватить это место убрать не говоря подошли спрашивать как устроит который там где-то деньги дали и все добровольно они это не сделали тем более у нас происхождение этого дома такое вы все время молите что бог сохранил этот уют который мы здесь имеем чтобы никто нас не сдвинул далее иеремия 33 11 смотрите всех пророков смотрим и все наполненные молитвы слава словом богу славьте бога за все 33 11 опять будет слышен голос радости и голос веселья голос жениха и голос невесты голос говорящих славьте господа саваофа ибо благ господь ибо век милость его и голос приносящий жертву благодарения в доме господне ибо я возвращу плен плененных сей земли в прежнее состояние говорит господь идти бог обещает благодарите и слава словке это очень полезно встретить одна одной неудобно вдвоем поговорить и какие милости ты испытал прошедшем году с какой-то радостью встречаешь пасху христову а если бы ты не услышал да если бы эта книга у нас не было здесь кто мы стороне не с теми которые люди достигли счетом этой жизни ну куда ни возьми везде выше нас люди есть далее лука 150 и милость его в роды родов боящимся его вот кого оказывается милость боящимся ты узнаю это можно нет господь не запрещают это нет вот у нас никто батюшки не подходит наступил после чтобы разрешить это молочка или корочки там разные у нас никто не подходит батюшка этой власти не имеет растительное масло ну и для желудка вино разрешается больше никак и ты если услышал это дело не нарушает и на грех не подбивай человека на это он не имеет власти этой так а если это как лекарство господь другое найдет поделаться не надо он сказал святые отцы установили как и он кронштадтский говорит как ему предлагалось это он матери говорит позвонил там позвонила мать говорят сынок до тебя сколько людей было которые постились и после поставок мне стало лучше все если господь дает нам а тощи мы же не какие-то люди бросили церковь ушли и сам по себе идет мы православные у нас каноны жития святых правила далее салон сто два семнадцать смотрите как мы все возвращаемся и возвращаемся салмом никак не выйти от нее сто два семнадцать милость же господня от века до века боящимся его боящимся вот самое главное качество это страх господень начала мудрости 1 8 притча соломона говорит на какой страх то что все ошибся не туда попал но человек который попал яму ему никогда не вылезти оттуда на глубину и засыпала сверху а мы то еще на на поверхности и поэтому благодари бога за то что у тебя есть возможность прийти другие не могли у тебя есть желание остаться у другого нет господи им дает а то что мне дал вот согласитесь молиться о чем я говорю сегодня для нас бог так многое открывает через наши ресурсы которые в интернете и новые души приходят совершенно новые которых мы не знали не слышали при том из разных стран господь открывает это я начинаю спрашивать а как узнали я искал другое совсем а наткнулся на вас а наткнулся тут у меня только на одном канале 87 миллионов просмотров что-то не два человека и и люди находят то что бог дает нам и мы активно делимся с этим так 104 1 по щитопе столом первый стих славьте господа призывайте имя его возвещайте в народах дела его видите как благословение в том чтобы говорить какой наш бог любящий я вот беседую когда с мусульманами я ставлю их иногда пример ну там есть что взять доброе как женщину не берегут сохрани бог чтобы она потеряла девственность это по библии это смерть смерть для нее а у нас что делать это сказать даже страшно и далее они мне вопрос задают что если у вас престарелые дома есть он городу назад 1300 лет ни одного не было понимаете это здесь уже ничего мы не можем сказать а если у вас до беспризорных детей родители погибли конечно у нас ни одного ребенка не отдали нас там за 1300 лет разве это не пример например пример прямо библия об этом говорит добра чтобы брали отовсюду где видим посмотри поучить у муравья у пчелы сейчас наводнение когда было вот сейчас больше открылась а муравьев заранее знают по дереву поднимаются кверху сами направляют туда откуда вода идет антенны и прямо когда пишут да господи там мурашек то какой и берет с собой пищу чтобы не замереть какие наблюдения идут дальше 105 псалом 1 стих славьте господа ибо он благ ибо век милости он это начало и всюду и везде будет славьте господа и вон благ то есть добр никто не благ только бог но есть люди добрые от него свет идет я как-то разговаривал с архиепископом у нас был тут гидеон до кухин он говорит тут у нас выйти на название называется какие дни солнечный день зон так на других языках сан-дэнге а у нас этого нет у нас воскресенье я говорю почему но бог не называется солнцу 83 12 а у него в кабинете где так так и есть я говорю если он открыл но там господь солнце ищит он солнце наше ищит и поэтому посмотришь на солнце и скажи господи ты взял имя солнца творение твоего ты обогреваешь нас смотрите опять приходит весна и были какие-то и трудности зимой и все это забывается где почему слава бога вот кто-то приезжает с кем-то встречаетесь хоть немножко скажите о боге вот у нас есть такие люди которые пришли через наших сестер в хлебном магазине не на знаете жил нерва с какой сестра она услышала разговаривать что-то я говорю сразу у спросила где она пришла первый раз только потемка буквально то есть а дальше уже душа пошла и на занятия везде поэтому самое малое что мы где-то оставляем по слову божию страхи можем доход сейчас можно так тут бросил хозяин дома нет никогда не прикасаясь а карауль чтоб хозяин пришел и что потерял нашел библия говорит потерянную вещь найди кому я вышел только с вокзала лежат часы на площади хорошие часа я иду не один при том верующие были я взял а куда его до кого-то линейное дело сейчас занесу ты кому-то отдаешь там же знаешь какие люди работают а мне не дано это судить я должен отдать у него есть право вернуть а так как я вел занятия в отделах и в линейном отделе у них было особое отношение вот наши как-то ехали вышли ничего не забыли нет на дому дошли кому на мужика навезли мама с сестрой ехали ну и я только обратился приехал не сразу позвонили там обратно пойдет тогда получите все у тебя добрые отношения они не раз выйдут на помощь тебе эти люди скажи несколько слов ему такой может и будет нет не говори вот я я когда говорю вот вы знаете был мэр города опять скажу здесь владимир николаев бабарин ведь если бы он тут не не поставил подпись и где-то они на титет шел суд и наконец вот только у меня такое впечатление у тех когда ходил и опять буду ходить этому памятная доска и о нем молюсь я что если спасусь я его убью там о нем так легко идет молитва если будет желание он верующий был и вот когда пишут политические деятели мэр города где-то везде то-то то-то а у него написано вероисповедание в интернете православный ни одного не встречал на что он очень отличался от этого ну он от него бумага которая висит с какой видно лаской с каким вниманием это бог дает и кто подводил нас к этому слава христу 117 1 106 славьте господа ибо он благ его ведь милостью заметить новый псалом и начинается он благ добр бог не злой до кого младенцы там погибают младенцы погибают я даю маленькие цифры девять лет войска страны наши в афганистане были и погибло 14 тысяч 600 человек ну я беру статистику 14 тысяч 600 гробов и чуть не 70 тысяч которые пострадали они же здесь занимались вот наш дом то это им было отдали то мне и что да не что конкретно если эти люди так заботились о себе и смертельная опасность была и вертолеты самолеты там сбивали а ежедневно каждый день у нас здесь стране 20 тысяч абортов но это говорит заниженная 20 тысяч а там только 16 за девять лет и меня всегда удивляет вот показывает сколько пред предыдущим руководители страны перед идущим сколько абортов сделано знаете глаза говорит наверх бы не смотрели речь идет о многих миллионах за перестройку только 120 миллионов это страна страна в средней такое количество людей почему никаких мер не принимаются мне эти закрыты я считал в китае один как он пришел ему выкидывайте он готова не выкидывайте абортируны я покупать буду покупать а зачем они я похороню она думается когда вспомнит а я подпишу и она придет и я он что сделал невероятно сколько людей пришли к богу ну в горячах сделала там страшилась а потом-то в возраст вошла и это я смотрел и он показано как это делает просто огромное кладбище это во всем мире за все благодаря иметь страх божий и когда обращаются за помощью у меня такая ситуация да что нищету плодить ты скажи бог знает все не прикасайся к себе я у меня отец пошел на фронт когда не однократно говорю какой народ был мать была на сносях беременная и он уезжая на фронт пригласили с одессе повезли он до смоленска было там ему руку оторвало и он сказал мария если бы сделаешь меня домой и жди 12 ребятишек было 10 живых а сегодня это да что же делается это одно поколение только прошло и при том человек так знал что бог есть и все страха божия не было но это крепко держали у бабушки кажется 24 ребенка было видите как далее считаем 117 один это я хочу показать где запев один и тоже идет псалмы славьте господа ибо он благ ибо век милость заметил берет арпу свою там она такая же как арпа у него но начинает славьте господа ибо он благ ибо век милости он бежал сколько раз как будто бога никакого нет и тесть ополчился на него смертельная опасность ему было как он однажды положил там козлиное что-то шкурку закрыл и подумали что он спит а тесть сказал убить его на привезти ко мне прибежали вот он мне пригрозил и он убежал а если бы не так салтыри то бы не было и давид оставил нам пример никогда не отчаиваться он совершил два смертных греха и однако славил бога сразу же сказал согрешил я и про горит и бог снял себя как это так не не знаем как он благ бог наш благ и вовек милость его и еще значит у меня здесь я хотел сказать его благ вовек милость его это 68 раз дальше когда будет говорить за что конкретно 135 псалом и сегодня вводную часть только показал возьмите свои биографии посмотрите и скажи как он добр благ это добр но доброта которая у людей она идет от бога называется он самосущественная доброта никто не благ как только бог но мы знаем сколько людей добрых которые с тобой жертвует не доброго даяния всякое написано доброго даяния от отца света такой неверующий там коммунисты от отца светов и надо в этом спорить вот ко мне на занятия когда приходили там разные баптисты другие там свидетели говы а как вы считаете у нас дух святой есть или нет я написано никто не может назвать иисуса господом как только духом святым вы верите да мы верим на то в этой стадии вы имеете не надо так что мы православные остальные никуда не года нет они признали дальше они не идут на этой первой ступени идут церковь не нужна тайнс нету но при счастье нету и жизни святой нету прошу теперь помнить то что я сказал вам у меня намерение по одному стиху а их 26 я даже уже сосчитал 9 это три тройки я думаю господь даже это наверно показал мне и как это господь ответил внезапно я больше никуда не стал искать на какую тему говорить если господь благословить завтра буду будет тема очень интересная а знака как люди знак только покажет и господь это усмотрел как мы должны быть очень внимательны к этому богу нашему слава во веки веков аминь